Добрый день, дорогие мои подружки-вязалочки! Добрый день, все позитивные зрители моего канала, кто заходит ко мне за интересными идеями и мастер-классами. С вами снова я, Светлана, из прохладной, но солнечной сегодня Испании, и вы у меня на канале Посидим-повяжем. Сегодняшний урок, девочки, я хочу посвятить интересной теме, теме утепления, теме манишки, ее вязанию, конструированию и дам небольшой мастер-класс по вязанию оригинальной манишечки-накидочки. Итак, как я и обещала вам в одном из моих видео, сегодня мы с вами рассмотрим несколько вариантов манишки. Я расскажу вам, какие они бывают и как, в принципе, они конструируются и вяжутся. Итак, манишка. Манишка это распространенный очень такой аксессуар, особенно в зимнее, осеннее, весеннее время, который помогает нам немножко согреть наше горло, спину, нашу грудную клетку. Манишечка вяжется очень легко. В основном она вяжется, девочки, сверху вниз до определенной высоты, либо круговым движением, все вместе. Вот у меня здесь есть примеры. Манишечка с откидным воротом связана по кругу регланом сверху. Круговое движение. Здесь у нас немножечко добавлены укороченные ряды. И по спиночке манишечка может быть чуть-чуть меньше вот такой где-то, может быть высоты, а может связана точно так же, как и перед. Вот такой вид манишечки я вязала, и у меня есть мастер-класс на такую манишку для девочки. Девочки вяжутся очень легко и просто резиночкой 2х2, и получается вот такая красота. Есть очень интересные манишечки с расширением на пуговках. Тоже очень интересно смотрится и очень, в принципе, хорошо для маленьких детей, которые не очень-то приветствуют вот такую высокую горловину. Многим детям не нравится надевать вот такие вещи, они капризничают. Поэтому манишечка для них вот в таком стиле будет отлично смотреться. Дальше, девочки, манишка вяжется, как я уже и сказала, сверху в основном на высоком вороте, либо вороте с подгибом, либо двойным воротом. И дальше уже она идет по плечам, по переду и спинке круговым движением, либо же идет удлинение манишки по переду и чуть-чуть удлинение по спиночке. Чем характерна манишка? Тем, что по спинке это удлинение где-то, может быть, до 10-15 сантиметров. И по груди манишечка очень часто доходит до линии проймы, либо же ниже. Еще есть вариант, я вам показала и распечатываю из новых моделей от Drops Design, я вам уже показывала. Вот такие интересные манишки-накидки. Чем они отличаются от простой манишечки? Да, в принципе, ничем, только тем, что по спинке, по спинке она тоже очень-очень много спускается. И образует как бы незамкнутый, вот такой накинутый, незамкнутый жилетик. Маленький укороченный жилетик. Вяжется то же самое, либо реглан-погон, либо же вяжется по кругу, но уже с обыкновенным регланом сверху. И дальше растерение на перед и на спинку. И очень модно в этом сезоне еще такое интересное, но не новшество, оно в принципе вязалось и ранее. Вот такая манишка, манишка-удлиненный жилет. Он не соединяется по бокам, вот здесь по бокам он не соединяется, девочки. Он набрасывается легко и просто сверху через голову. Ну и чем характерна такая манишка, такой вот огромный жилет, тем, что и перед, и спинка у вас утепляются. Движение не нарушается, а скинуть такую манишечку, снять себя, это буквально какие-то несколько секунд. Так вот, рассматривая все виды манишек, мы с вами пришли к выводу, что мы будем вязать манишечку вот в таком стиле. Для себя я уже начала мастер-класс по этой манишке, набрала горловинку, сделала ее двойной, соединила вместе и вывязала нужную часть моего вот этого реглана. Сейчас я вам покажу это подробнее. Вязать перед я буду вот таким рисуночком. Этот рисуночек мы с вами моделировали в одном из видео, которое есть у нас в плейлисте «Вязальные хитрости». Ссылочку я на этот рисуночек вам оставлю. Итак, наша манишечка. Переходим уже конкретно к манишке, конкретно к мастер-классу и конкретно к нашей работе. Я вяжу ее, я вяжу ее, я сейчас вам покажу. Я уже, в принципе, связала ворот, связала росток и провязала определенное количество сантиметров до, в принципе, почти до конца моего плеча. И теперь я могу вывязывать переднюю и заднюю часть моей манишки. Из чего она вяжется, девочки? Вяжется из очень мягкой пряжи. Вот такая секционная пряжа, которая называется «Визель Рейнбоу Ангора». У кого есть возможность купить и присмотреть, очень-очень хорошая пряжа. На 100 грамм идет 550 метров, 15% мохер, 10% альпака, 15% меринос и 60% акрил. Очень мягкая, тонкая пряжа. И в пару к ней я еще заказывала пряжу, испанскую пряжу, которая называется «Катя Суит Лейс». Здесь тоже очень хороший метраж на 50 грамм 270 метров и 80% акрил, 10% мохер и 10% шерсть. То есть смесь, вот такой микс этих двух пряж дает очень теплую, очень мягкую, нежную, красивую манишечку. Итак, я провязала горловину, соединила горловину в одну. Я уже показывала вам, как делать двойную горловину без всяких проблем, соединив просто, ничего, незаметно и продолжить дальше вязание. Итак, я перейду на тему нашего, значит, описания наших расчетов. И когда я вам расскажу все-все-все вот эти расчеты, дальше легко и просто. Я сниму вот эти петельки моего как бы рукава, сниму на отдельную булавку и буду вязать вниз, перед и спинку моей вот такой манишечки, вот такого накидочки, либо же мини укороченного жилетика. Итак, я беру ручку, я беру бумагу и начинаю показывать вам расчеты. Итак, дорогие мои, приступаем к нашей самой основной части, к нашим расчетам, которые многие не любят, которые многие игнорируют. Но без них придется перевязывать все по несколько раз. Поэтому давайте один раз поработаем и запишем четко, как мы будем делать нашу работу. Итак, я для себя делаю вот в таком стиле, вот в таком стиле, теплую манишечку, теплую накидочку. Здесь она у меня будет обвязана. И здесь у меня будет посерединочке красивый рисуночек. И двойная горловинка в этой манишке. Итак, что нам нужно первоначально для того, чтобы мы с вами приступили к нашей работе? Нам, естественно, нужна окружность головы. У меня окружность головы 56 сантиметров. И нам нужна плотность вязания. Плотность вязания. Вы вяжете образец. У меня это 1,7 петель на сантиметр. Все. Теперь нам нужно сделать вот этот ворот. И чтобы он у нас как можно плотнее прилегал к шее и согревал. Поэтому сам ворот я записываю, девочки. А вы считайте уже по своим расчетам. 56 сантиметров у меня будет. И я отниму от него 15%. То есть 15% мы считаем от 56 сантиметров. Мы должны умножить на 15%. У нас с вами получается 56. Нужно умножить на 0,15. И получится 8,4 сантиметра. 8,4 сантиметра. Теперь мы от нашей окружности головы отнимаем данную мерку. И получаем 47,6. Умножая на плотность вязания. У нас приблизительно с вами, девочки, получится 81 петелька. 81 петля. Но для того, чтобы собрать в круг, мы должны еще добавить одну петельку в круг. Итак, на спице номер 4 набираем 82 петли, смыкаем в круг и вяжем нашу вот эту горловину стоечку. Я вязала ее двойную. Еще раз покажу вам. Я вязала ее двойную. Затем подогнула и собрала в одно так, как я делала и в других моих джемперочках. Такой мастер-класс у меня есть в вязальных китростях. Вы можете себе посмотреть. Если хотите, делайте горловину одинарной. Итак, горловину мы с вами провязали. Дальше нам нужно распределить петли на наши регланы. Я на регланной линии буду брать 2 петельки. 2, 2, 2 и 2. Итак, 81 петля, 81 петля, минус 8. У меня получается 73 петли. Здесь, вот на все эти мои части, у меня остается 73 петли. Все это нам нужно разделить на 3 части. Ровно не делится. И у нас остается 24, 24 и 25 петель. 25 пишу наперед, 24 на спинку и другие 24 делю по 12 петель на каждый наш рукавчик. Вот так у нас с вами изначально разделено. Теперь нам нужно вывязать обязательно росток, чтобы манишечка не подскакивала у нас кверху. Вывязывать росток мы с вами снова будем делить вот здесь наши плечики на 4 части. У меня есть здесь 12 петель. Я для себя, для росточка выбираю 2 петли, 3 петли, 3 и 3. И одна петелька у меня остается нетронутая. Я не буду доходить вот здесь до горловины по переду. Почему? Потому что все-таки это манишечка. И здесь она должна прилегать вот здесь по переду чуть-чуть повыше, а не быть вот такой вот углубленной горловиной. Если вы вяжете росток в хорошем джемпере, то естественно нужно захватывать и петли переда. Но об этом мы поговорим в дальнейших наших видео. Итак, девочки, мы сделали с вами расчет. Начинаю вязание. Я всегда, как я вам и говорила, вот отсюда. С этой точки на спине. И иду к моему первому развороту. Вот сюда, к этим двум петелькам. Разворачиваюсь по изнаночной стороне. Иду к следующим двум. Дальше к трем. От трех к трем и так далее. И так мне нужно сделать 4 разворота. 4 разворота. В каждом лицевом ряду я буду прибавлять по петельке. В каждом лицевом ряду я буду прибавлять. Одна петелька, одна петелька. После моей, вот этих, после двух лицевых, еще одна, одна. Итого, в спиночке мне нужно будет прибавить 4 раза по 2. Прибавить 8 петель. То есть 4 раза. 4 по 2. Если я 4 раза буду прибавлять, значит у меня спинка уже окажется намного шире, чем перед. Поэтому мне нужно эти 4 раза, то есть 4 прибавления, перекинуть вперед. Я пишу 24 минус 4, а здесь я прибавляю 4. Если здесь мы отнимем 4 и здесь прибавим, разница у нас как раз будет в нашей петельке. 24 и одна у нас еще была здесь лишняя. То есть у нас 29 петель. Если мы сделаем все прибавочки, у нас потом по спинке будет 28 и 29 по переду. И начинаем вязать наш росток. Когда мы вывязали наш росток, переходим на нормальное наше вязание, в котором мы, девочки, прибавляем наш регланчик. Пишу в каждом втором ряду. Прибавляем. И по переду, по переду я опускаю как раз мой рисуночек, в котором у меня 25 петель и плюс по 2 изнаночные с каждого края. То есть у меня получилось так, что как раз вот эти 29 моих петелек, девочки, они совпали с началом моего рисунка. И затем уже по линии я добавляю лицевые петельки. Вот они, лицевые петельки. И иду вниз нашим вот этим шикарным рисунком. Сколько мы провязываем так? Мы провязываем так, чтобы здесь у нас, вот это наше плечо, было где-то 9-10 сантиметров. Потому что мы еще 3 сантиметра сделаем на нашу подвязочку. Когда мы, девочки, закончили вот эти наши 9-10 сантиметров, я вам пишу, что эти петельки рукава нам нужно отложить на дополнительную нить, либо же на дополнительную булавочку. И продолжать вязать спинку и перед 30 сантиметров, не убавляя ничего. Если вы хотите манишечку немножечко так, уже с убавками, делайте убавление в каждом, допустим, четвертом, пятом ряду. Но я хочу делать именно прямую, чтобы, как бы, если открылась немножечко куртка, было видно подобие красивого, красивого, теплого свитера. Я хочу сделать так. Итак, когда мы провязали по 30 сантиметров, у нас остались здесь петельки незакрытые, и по спиночке незакрытые петли. Добираем дальше петли, вот здесь добираем дальше петли наши боковые. Как мы добираем боковые петли, я вам уже показывала. И еще раз говорю, здесь мы добираем из, я покажу вам, мы добираем эти петельки не прямо из вот этих косичек, а добираем из дополнительных перемычек, и причем чередуя наш добор. Сначала мы делаем одну петельку, и с другой перемычки мы делаем две петельки. Одна петелька, две петельки. Вот так мы добираем, вот так мы добираем петли переда и спиночки. Когда мы добрали все петли, девочки, мы круговым вязанием, любым удобным для вас узором, будь то резиночка, будь то потанка, либо шахматка, либо просто платочная вязка, мы продолжаем вязать еще вот здесь, продолжаем вязать еще 3 сантиметра. Почему три не больше? Вы можете связать и пошире, но дело в том, что потом, если будет сильно спадать с плеча, вот здесь будет сильно спадать с плеча, наша манишечка будет очень неудобно все-таки надевать наше пальто, либо куртку, и начнет здесь закатываться манишечка, и будет не очень удобно. Поэтому я для себя сделала всего 3 сантиметра. Дальше, как мы провязываем вот эти наши углы? Опять же, как делаю я, девочки, вы можете вязать по-другому. Значит, один ряд, первый ряд, когда мы вяжем, здесь из перемычки я делаю 2 петельки. Вот идет, допустим, лицевая, изнаночная, опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующий ряд я вяжу без прибавок. Опять же, в следующем ряду, через один ряд, то есть в третьем ряду, я опять из перемычки делаю 2 петельки. Почему именно 2? Чтобы у меня не сбивался мой рисунок. Если я вяжу здесь изнаночную, лицевую, и здесь у меня где-то должна быть лицевая, естественно, вот эти 2 петельки у меня получается лицевая и изнаночная. И опять у меня дальше идет лицевая. И так делаю через ряд. Для чего? Для того, чтобы у меня образовался вот такой интересный уголок. И затем при закрытии петель этот уголочек хорошо у нас закрывается. Когда мы все провязали, девочки, элементарным закрытием, ничего не выдумывая, я просто закрыла, простым закрытием, из петельки в петельку, из петельки в петельку, я закрыла всю мою манишечку. Вот здесь по краям можно, в принципе, сделать какие-то еще завязочки, какие-то кисточки, если вы хотите. Но я не хочу, я просто хочу набрасывать ее на плечи. Вот и все, в принципе, на сегодня такая манишка у нас получилась. Я ее, естественно, постираю. И под мою теплую курточку у меня будет вот такое подобие очень красивого-красивого свитерочка. Ну, а вы, если захотите, вы можете, в принципе, вязать и не манишку. Вы можете продолжать дальше ваш регланчик до нужной длины. И дальше, по переду, можно продолжать этим красивым узорчиком красивый теплый свитерочек. Либо себе такое можно сделать, либо ребеночку. Поэтому старайтесь, придумывайте, ищите какие-то интересные узоры. И с помощью других блогеров, с подсказками, с какими-то расчетами вяжите красивые вещи. Ну, а с вами была Светлана из холодноватой сегодня Испании. И жду вас на моих следующих мастер-классах, где мы с вами будем разбирать, опять же, и регланную линию для женских изделий, и кокеточку, и, еще скажу, мы с вами займемся ростком. Будем изучать росток в разных-разных вариациях. Ну, а на этом всем пока-пока и вязального всем вам настроения!